Скорпионы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. В текущем видео хочу вам предложить терроскоп на мае 2018 года. Работать мы сегодня будем с уникальной колодой универсальное фантастическое Таро. По традиции у нас всего с вами будет 6 позиций, которые ответят за общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно проиграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно провести вам текущий месяц. Карта выпала сама, мы ее оставим как общий фон. Хочу напомнить, что расклад является для широкой аудитории. Безусловно, он не может проиграться для всех, поэтому учитывайте некоторые факторы. Я элементарно могу быть не вашим специалистом и не считывать у вас поток информации, либо же в целом вам необходимо смотреть Тароскоп вашему асценденту в натальной карте. Итак, общая атмосфера месяца у нас упала. Теперь смотрим, что у нас здесь вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт, как провести этот месяц наиболее продуктивно. Сразу открыла карту, не знаю, почему так рука потянулась, но давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца, перевернутая отбойка жезлов, ситуация отсутствия выбора, ситуация тупика. То есть, по сути, как бы выбор у вас был, но обстоятельства сложились таким образом, что ситуация выбора у вас отпадет сама собой. Это может касаться абсолютно любых аспектов. то есть, как и работы, и финансов, и здоровья, и в целом личной жизни. То есть, здесь все будет предрешено за вас. И вы, знаете, скажем так, ну, будьте с тем вариантом, который вам останется после решения каких-то событий. Давайте смотреть, что же вас ожидает в плане работы. Перевернутая шестерка Пентакли. Это, как я называю, игра в одни ворота. Почему? Потому что здесь у вас идет по полной самоотдача. То есть, можете вкалывать как волк по 12-16 часов на работе, а не получать отдачи. Отдачи именно в финансовом аспекте. Почему я так говорю? Потому что, ну, это какие-то крохи за ваш колоссальный труд. Если же вы безработный, то здесь нет перспектив трудоустройства в этом месяце. Если же вы работаете по найму, то это либо несвоевременные выплаты, либо же в целом, когда помимо вашей должностной инструкции, на вас еще навесили кучу собак и кучу каких-то дополнительных обязанностей. Если с позиции бизнеса, то здесь, скажем так, какие-то непродуктивные, неплодотворные отношения с деловыми партнерами. Что же здесь с позиции финансов? Перевернутая двойка Пентакли. Да, и карта финансовых потерь, но не колоссальных. То есть, либо здесь будет какое-то неверное инвестирование, либо в целом недополучение дохода, либо, скажем так, расход ваших средств, ну, скажем, не на совсем необходимые вещи. Потому что перевернутая двойка Пентакли, она часто символизирует отток денег, знаете, как нецелесообразный. Ну, когда вы там, не знаю, купили десятые туфли и двадцатую сумочку одного же от того же оттенка, просто от того, что она вам понравилась, и вы от нее фанатеете. Что ожидает вас с позиции здоровья? Двойка мечей, как правило, указывает на обострение ситуации и болезнь парных органов. Парные органы – это у нас либо почки, либо яичники, да, либо надпочечники. Это могут быть легкие, грудь, ну, или глаза. То есть обострение каких-то вот парных органов, либо хронические заболевания, которые имели место быть у вас ранее. То есть возникнет ситуация рецидива. Так, что вас ожидает с позиции личной жизни? Вот здесь у нас падает аркан правосудия. Как он для многих аокнется? Либо здесь будет ситуация в целом бракоразводного процесса, либо наоборот заключение брака. Почему я это говорю или-или? Потому что у нас нет сопутствующих карт, и эту ситуацию мы будем уточнять. Если вы же в целом одинокий, то по правосудию, это, знаете, какое-то вот ранство полов, и в целом ваша попытка найти себе партнера, знаете, как равного по духу, по вашим моральным ценностям, да, то есть и в целом партнера, который будет отвечать вашим запросам. Так, ну а для тех, кто в паре, это отыграется все-таки скорее как ситуация разрыва взаимоотношений, потому что здесь не будет должного отношения, не будет справедливого отношения к вам. И вот здесь туз мечей, это, знаете, как проставить все точки над «и». Попытки отсечь что-то ненужное, либо в целом поставить какие-то ультимативные условия, чтобы коренным образом преломить ситуацию и, наконец-то, получить к себе должное, скажем так, отношение, то, которое вы заслуживаете. И о чем же нам говорят арканы с позиции совета? Как вам провести месяц? Здесь падает аркан император. Аркан император – это символ стабильности. То есть самое главное здесь, ну, удерживать какие-то свои позиции. Ни на что не реагировать рьяно, держать свои эмоции под контролем. Прежде всего здесь может быть влияние мужчины. В мае месяце на некоторые вот ваши события, да, по императору проходит либо муж, либо отец, либо в целом какой-то стабильный партнер. И, опять же, если с позиции совета, то будьте хозяином своей судьбы, потому что здесь все в ваших руках, и вы в силах изменить любую ситуацию. Вот таким у нас вышел расклад. Надеюсь, для вас он был полезен и информативен. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас проигрывается или нет. Я буду вам крайне признательна за обратную связь. Ну, а для тех, кто желает получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну, а я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ева Лекцер. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok